Здравствуйте! Вы смотрите программу «Грядки в порядке» в студии Мария Шматкова и кандидат сельскохозяйственных наук Наталья Викторовна Настенко. Здравствуйте, Наталья Викторовна! Здравствуйте! Наталья Викторовна, сегодня хотелось бы поговорить о том, пришло ли время сажать плодовые деревья. Здравствуйте! Октябрь самый благоприятный, пожалуй, месяц для посадки деревьев, потому что уже растения как бы закончили свой активный рост. Они готовятся к осеннему и зимнему покою. Почки у них вызрели, окрепла кора на деревьях, она готова к перезимовке, а вот корни, наоборот, они еще живы и активно работают. И когда вы будете пересаживать деревья, после пересадки обязательно, во время пересадки случаются какие-то там травмы небольшие, корешков, где-то вы их обрезали, подрубили, так вот корни как раз успеют зарубцеваться и хорошо уйдут в зиму. И поэтому, конечно, осенью очень многие дачники сажают и плодовые деревья, и ягодные кустарники. В хорошее время, хочу вам сказать, конечно, желательно заранее было подготовиться, то есть сделать посадочные ямы. Это очень хорошо, когда вы, зная, что будете сажать осенью деревья, кусты, вы за недельку, за две подготовили все. Все, выкопали яму, намешали удобрения с землей, с компостом, с тофом, вот эта вся земля осела, увлажнилась, все компоненты в почве, они уже вступили друг с другом в контакт, и спокойно можно сажать. Привозите саженцы и сажаете. Ну, наверное, как в любом деле, в осенней посадке есть тоже и свои плюсы, и свои минусы. Кто-то предпочитает сажать деревья весной, кто-то осенью. Ну, давайте разберем, какие же плюсы есть в осенней посадке. Ну, наверное, самое главное, что все-таки, когда осенью покупаете деревья, они более в лучшем состоянии находятся. У них уже как бы период покоя начинается. И питомники, и садоводы-частники, они вот-вот только-только выкапывают эти деревья для посадки. То есть деревья как бы свеженькие еще, и корневая система хорошая. Многие продают даже еще с листвой, а некоторые добросовестные дачники, они предлагают для продажи саженцы даже с плодами. Так что уже здесь вы никак не ошибетесь в сорте, который вы хотите купить. И цена осенью немножко поменьше, чем весной. Это один плюс. Потом, конечно, осенняя посадка, она менее трудоемкая, скажем так. Здесь можно обойтись практически одним поливом, когда сажаете дерево или куст. Дальше природа, погода, она все сделает за вас. Начнутся дожди, похолодание, и как раз уже не нужно больше поливать. А весной, когда вы сажаете куст или дерево, какой активный должен быть уход, сколько мы поливаем этот саженец. А то тут сразу после посадки уходит в лето, жара. И тоже очень много работы достается нам. Потом, вы знаете, когда корни у деревьев, посаженных осенью, они еще живы. Вот сам саженец, да, он уже сбросил листву, как правило, вот осенние саженцы, которые нам предлагают. Они без листвы, они уже как бы в стадии покоя. А корни у них живы. И корни будут работать до тех пор, пока земля не охладится до температуры плюс 4 градуса. И когда вы посадили деревце осенью, влаги достаточно, тепла в почве достаточно. И корни успевают дать рост всасывающим маленьким корешкам. И начинается период покоя зима. И весной, рано весной, ваш посаженный осенью саженец на 2-3 недели раньше начинает уже активно расти, чем саженец, который вы посадите весной. Потому что у него уже есть всасывающие волоски на корнях, и он активно вступает в фазу роста. Это тоже является плюсом. И, конечно, еще один плюс, это чисто человеческий такой фактор, что вы, сажая сад или плодовые кусты осенью, вы намного облегчаете себе весеннюю страду. Когда у нас весной работы выше крыши, как говорится, и мы не знаем, за что хвататься, что в первую очередь сделать. А здесь осенью, когда уже работы на даче не так много, вы спокойно, с чувством, с толком, подготовившись хорошенечко, посадите свои и деревья, и кусты. Так что плюсов много. Но есть и минусы, конечно, в осенней посадке. Какие это минусы, Наталья Кирилловна? Мы не знаем, какая будет зима, что от нее ждать. Зима бывает у нас суровая, бывает мягкая, наоборот. Так что могут быть заморозки. Но, извините меня, заморозки могут погубить и взрослые деревья плодовые, часто страдают от заморозков. Кроме того, у нас бывают всякие природные погодные катаклизмы. Бывают и ледяной дождь, сильные ветра, снегопады, которые могут поломать сажение. И могут и зайцы, и мыши повредить молодое деревце. Так что минусы тоже в этом деле есть. Наталья Викторовна, как правильно посадить ягодники? На что необходимо обратить внимание? Что нужно сделать, а чего лучше избежать? Вы знаете, ягодники очень любят, когда их сажают осенью. Милое дело, потому что они, как правило, все и зимостойкие, и холодостойкие, выносливые. Желательно сажать осенью и смородину красную, белую, черную, и крыжовник, и малину, и жимолость. Смородину черную и все виды смородины и крыжовник мы, как правило, сажаем или своими саженцами, выкапываем, когда свой куст куда-то нужно пересадить или омолодить его, или покупными. Если вы сажаете, допустим, куст смородины свой, вновь выкопанный, обязательно перед посадкой, выкопкой, пролейте хорошенечко, чтобы ком земли не рассыпался. Если вы купили кустик смородины, перед посадкой обязательно его замочите. Это касается практически всех ягодников. Посмотрите на корни. Мало ли что там с ними. Где-то больные, где-то поврежденные. Обрежьте, посмотрите. И на пару-тройку часов опустите в ведро с водой. Пусть корни хорошенечко пропитаются водой. Можно в глиняную болтушку опустить. Копаются ямы хорошие. Невзирая на то, какой кустик маленький, большой, обязательно яма должна быть большая. Потому что вы даете как бы заряд для хорошего роста своим саженцам. Выкапываете где-то сантиметров в диаметре 45 на 45. Заправляете туда все, что у вас есть под рукой. И перегной, и торф, и компост, и садовую почву, песок. Тщательно все перемешиваете. Можно добавить золы древесные, добавить нитрофоски. И сажайте кустик. Желательно смородину сажать наклонно. Для того, чтобы она быстрее давала боковые корешки. Корешовник сажаем прямо, без всяких наклонов. После того, как вы посадили, хорошенько проливайте. И замульчировать. Потому что кусты идут в зиму. Лучше замульчировать приствольный круг. Или торфом, или хвоей, или сухой листвой. И саженцы ваши будут прекрасно себя чувствовать. Я думаю, что прекрасно укоренятся. Как сажаем жимолость съедобную? Я в жимолость просто влюблена. И всем совету дачника, обязательно сажайте у себя на даче кустики жимолости съедобной. Во-первых, очень ранний ягодник. Очень. Раньше всех может порадовать, побаловать вас ягодами. Ягоды замечательны. И по вкусу, и по цвету, по внешнему виду. А какие они полезны? Вот ягоды жимолости содержат элемент селен, который отвечает за молодость клеток нашего организма. Но не здорово. При помощи этих ягод можно использовать их для профилактики различных заболеваний. То есть ягода не только вкусная, но и очень полезная. И очень ранее, еще когда на даче ничего еще не созрело, даже земляника только-только набирает, входит в фазу плодоношения, вы уже можете полакомиться ягодами жимолости съедобной. И, конечно, чтобы получать не одну-две ягодки с куста, а хороший нормальный урожай, нужно правильно... Вот есть несколько рекомендаций, как правильно посадить кусты жимолости. Ее лучше сажать осенью. Потому что она и морозостойкая, и выносливая, засухоустойчивая. В общем, куст замечательный. Осенью вы приобретаете кустики жимолости. Никогда не сажайте один кустик. Иначе урожая не получите. Жимолость, она перекрестник. То есть на ней есть цветы, пыльца, но она сама себя не опыляет. Будет расти один кустик, ягод не будет. Поэтому покупайте два, желательно три кустика, но чем больше, тем лучше. Выбирайте правильное место посадки для жимолости. Она любит солнечные места. Не сажайте ее в тени. У нее должна быть хорошая, крупная, хорошая листва, побегов много. А в тени она просто вас будет чахнуть. Почву тоже подбирать лучше. И хорошо, которая держит воздух, влагу. Она должна быть рыхлой, питательной. Не сажайте где-то в глину, в тени, там за домом в тени. Поэтому подберите место для жимолости. И когда будете сажать, не частите. Часто покупают кустики небольшие, поэтому сажают через 30-40 см. Выдержите расстояние метр-полтора. Самое такое оптимальное место. Расстояние. Потому что кусты будут разрастаться. И потом, чтобы вам не пересаживать их в дальнейшем. Яму тоже посадочную готовьте заранее. Готовьте с полным набором питательных веществ, как мы готовим для всех ягодников. Хорошенько удабривайте. Потом кустик посадили в ямку. Хорошенечко расправили корни, полили и аккуратно присыпали. Сажайте, чтобы корневая шейка была чуть-чуть заглублена. Тоже замульчируйте. Присыпьте или торфом, или листьями, или хвоей. И вот такие довольно несложные требования к жимолости съедобной. И если все сделаете правильно, она будет многие года радовать вас ранним-ранним урожаем. Наталья Викторовна, как вы относитесь к ремонтантной малине? И стоит ли сейчас посадить ее на участке? Ремонтантная малина моя любимица на даче. Я приехала неделю назад на дачу. Уже такая унылая пора. Пора листопада. Нет уже ни овощей, как правило, только петрушка зеленеет. Все уже убрано. И радует ремонтантная малина. Я набрала большую миску малины. Хочу сказать, конечно, она может быть не такая сладкая, как летом. Летняя малина. Потому что уже солнышко меньше, тепла меньше. Но такая же вкусная, такая же красивая и сочная. Замечательно. Поэтому рекомендую всем, сажайте ремонтантную малину себе на участке. Обычной малиной, ну, никого не удивишь. Она отплодоносила летом. А как приятно осенью на участке, когда она еще цветет, пчелы жужжат, опыление идет. И ягод в море просто. Она такая урожайная. Чем она еще хороша? Что она, коль она дает урожай осенью, она практически не болеет ничем. Ведь это очень важно. Практически нет ни вредителей, никаких на ней, не болеет никакими болезнями. Морозостойкая. Вот после того, как она отплодоносила, вы ее вырезаете подчистую практически. Поэтому она не вымерзает, потому что нет ни стеблей, ни почек. Сажайте обязательно. И сажать ее несложно, просто, но то же самое. Обязательно подготовьте. Купили небольшую веточку этой ремонтантной малины. Поэтому, думайте, ну, копну небольшую лопатой, ямку сделаю небольшую и посажу туда малину. Малина многолетняя, у малины многолетние корни. Поэтому для корней нужно сразу давать хорошую, хорошую возможность для роста. Делайте тоже большую ямку, сантиметров 50 на 50. Заправляйте всем. Поливайте, сажайте. Сажайте тоже желательно чуть-чуть наклонно, чтобы быстрее образовывались боковые корешки. И потом уход за ней в дальнейшем самый-самый несложный. Ну, несколько раз за лето вы ее подкормите, 2-3 раза, не больше. Полив она очень любит. Зимой, не зимой, вернее, а осенью собрали урожай и вырезали ее под землю. И на следующий год она снова отрастает и радует урожаем. Прекрасная ремонтантная малина. Всем рекомендую. Наталья Викторовна, осень, пора листопада. А почему можно иногда наблюдать таковое явление, как листья не опадают с деревьев? Бывает такое. С чем это связано? Вы знаете, мы привыкли, что все деревья, кроме вечно зеленых, они сбрасывают осенью листво. Наступает пора листопада. Листья от зеленого цвета уходят к желтому, красному, потому что холодно, света мало, тепла мало. А хлорофилл, который вырабатывается в листьях и отвечает за зеленую окраску в листьях, он уже не вырабатывается, потому что мало света. И листья постепенно желтеют, идет отток в питательных веществ от них, и они опадают. Наступает пора листопада. Это говорит о том, что растение уходит в спячку, в сон до весны. Но часто так бывает, что некоторые плодовые деревья, яблони, груши, они почему-то не сбрасывают эту листву. Ну, бывает так, что вот один год так получилось, а дальше все нормально. Но хочу сказать, что это не есть хорошо, потому что, коли листья остались на дереве, стало быть, не все процессы завершились у растения. Когда листопад наступил, все, кора уже говорит о том, что она вызрела, готова к зимовке. Что почки тоже вызрели, все, уже в листьях нужды, в дереве нет. А есть деревья, которые не сбросили листву, стало быть, у них вот эти процессы продолжаются. Они как бы заторможены. И получается, что дерево не готово к зиме. Могут вот такого деревца быть и подмерзания вот этих невызревших молодых побегов. Кора подмерзает. Естественно, в следующем году это будет уже меньше урожай. И само дерево не так будет длительно плодоносить, допустим, не 15-10 лет, а намного меньше. Это уменьшает длительность плодоношения дерева. Ну, какие могут быть причины того, что дерево не сбрасывает листву? Одной из причин является то, что, может быть, вы во второй половине лета кормили свою яблоню азотными удобрениями. А мы уже говорим о том, что кормим осенью, во второй половине лета и осенью только фосфорно-калийными удобрениями. Азот, он дает активный рост, новые побеги растут, и процессы роста продолжаются. Вот это одна причина. То есть нельзя вносить во второй половине лета азотные удобрения. Можно только фосфорно-калийные. Еще одна причина может быть та, что, допустим, было засушливое лето. Побег образования было слабое. А потом пошла влажная осень, земля теплая, влаги много, и пошло активное образование побегов. Тоже это может вызывать задержку листьев на растения. Если резко наступила зима, то есть еще не наступил процесс листопада, еще листья не успели просто упасть с дерева, резко наступила зима. Или, может, в том плане, если у вас деревья не морозостойкие, не для нашей зоны высажены, а южные сорта. Вот это тоже может быть причиной того, что дерево не сбросило листья. Но нам важно с вами решать, что делать. Некоторые пытаются оборвать листья с дерева. Это тоже не выход. Некоторые деревья, которые ушли в зиму с листвой, они даже весной ее не сбрасывают. Вот прошли вот эти зима, холода, пурга, а листья остаются. Это плохо в том плане, что весной они начнут подгнивать на дереве и могут загнивать даже почки цветочные, которые есть на ветках. Поэтому что нам делать, если наша яблоня или груша ушла в зиму с листвой? Значит, нам нужно с вами будет слой приствольного круга, сам приствольный круг, замульчировать. Раз она еще не подготовилась к зиме, чтобы она не вымерзла, хотя бы укрыть ее корни. То есть нужно насыпать побольше листьев, торфа, хорошую мульчу положить, укрыть корневую систему этого дерева. Нужно обязательно обвернуть приствольный круг, а может даже вот эти большие скелетные ветки. Вот мешковины, там агроволокном. Приехали зимой на дачу, старайтесь побольше подгрести снега, утоптать его, чтобы укрыть, чтобы хоть как-то мы ее защитили от мороза, раз она сама не успела подготовиться вот к периоду покоя зимнего. Но не забудьте, весной рано нужно обязательно вот эту мульчу отгрести, чтобы не было ни выпривания, ни навредить нашей яблони. Вот такие причины и такие меры борьбы с деревьями, которые ушли в зиму, не сбросив листву. Спасибо, Наталья Викторовна, за ваши ценные советы. Вы смотрели программу «Грядки в порядке». Всего вам доброго и до свидания. А мы желаем удачи на вашей даче. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова